Обсудим все, что известно на этот момент с Сергеем Власенко, не только народным депутатом, но и очень опытным юристом. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. И с Ильей Пономаревым, еще одним бывшим депутатом Госдумы, который осел в Киеве и как раз способствовал переезду сюда Дениса Вороненкова. Илья, я вас приветствую. Вы на связи. Здравствуйте. Сергей, начнем с вас. Скажите, как так могло получиться, что Антон Герасченко снова становится основным спикером по делу о громком резонансном убийстве? И хочу напомнить, что это дело ведет даже не МВД, а прокуратура. Откуда у него информация? Ну, это, на жаль, та ситуация, когда, знаете, профессиональную работу подменяют пиарную. И вы знаете, что пан Герасченко у нас дает комментарии по всех криминальных справах резонансных, которые бы кто не вёл. Абсолютно зрозумело, что он имеет контакт в правоохранительных органах, но это целиком ненормально, когда вместо профессиональной работы политики дают комментарии с посыланием на материалы криминальных. Но имеет ли он информацию? Общество верит всему тому массиву, который он выдает в эфирах? Правда это или нет? Как можно за несколько часов выяснить, ну, так много, або смертельно раненым, а потом уже умершим человеком, ему удалось допросить труп? Ну, на жаль, не всегда можно верить пану Антону, потому что он использует информацию, которая у него есть в политических целях, с методой политических маніпуляций. Но то, что он имеет доступ к информации, это очевидно, потому что первым заступником Генерального прокурора есть его однопартия Дмитрий Старожук, министр внутренних справ, внутренних справ есть его однопартия Арсен Аваков, а вот так абсолютно очевидно, я понимаю, что и представители Народного фронта разом с БПП поделили и Службу безопасности Украины, а вот так абсолютно очевидно, что Антон Герашенко имеет доступ к информации. Ну, я только отмечу, что при очередном резонансном у нас происшествии в стране Арсен Аваков держит паузу, молчит, а отдувается за него Антон Герашенко, приходится это делать ему. Ну, потому что насправді, насправді, милиция не имеет никакого отношения до, я имею в виду, до расследования этого вбивства. Насколько я понимаю, следствие ведет прокуратура, и вот так Служба безопасности Украины должна быть задеяна, оскільки основной версией є версия замовного політичного вбивства с боку країни-агрессор. Скажите, что теперь будет с делом Януковича, как вы считаете? Вот если Вороненков, по словам украинских политиков, был ключевой фигурой в этом деле, то теперь что у нас будет? Ну, по-перше, я бы хотел утрукнутися того важливого питания, про как я сказал Илья, он утрукнулся питанием профессионализма украинских правоохоронных органов, так вот, на жаль, никакого профессионализма пока что мы не побачили, а не в момент, на том видео, которое у нас фигурует из места убийства, а не в тех заявах, которые сегодня у нас лунают. У нас профессионализма нет, потому что, на жаль, последним временем правоохоронные органы Украины, вместо того, чтобы заниматься профессиональной работой по протистоянию, про протистоянию злочинностей, по протистоянию российскому впливу тут в Украине, они занимаются, здебольшое, политическими репрессиями и маніпуляциями. Припустим, у нас в Батьковщине уже десятки криминальных справ против очильников абсолютно надуманных. Криминальных справ, которыми занимается у нас прокуратура, Служба безопасности Украины, они бы лучше обеспечили охрану, пану Вороненкову, в нормальный способ. И давайте вернемся к делу Януковича, времени просто очень мало. Насправді, вы знаете, если его не допытали в суде, то все, что он сказал на досудовом следствии, не имеет никакого значения. Украинский криминально-процессуальный кодекс забороняет использовать допыты на досудовом следствии. Как опытный адвокат, что он мог сказать в суде? Вы же понимаете, что в России он не участвовал в принятии каких-либо решений. Информация, которая у него была, скорее всего, была основана на рассказах. Возможно, кого-то в суде эти показания. Но, повертаемося до непрофессионализма. У нас очень часто свидетелями выставляют людей, которые что-то здесь слышали, которые что-то здесь читали, но сами свидетелями не были. Свидетель – это человек, которая была непосредственно присутствующая при тех или других событиях. Действительно, наверное, пан Вороненков имел доступ к какой-то информации. Это очевидно. Но он точно не был присутствующий при передаче знаменитого листа от Януковича до Путяна. Так он был присутствующий при голосовании. Но эта информация является публичной. То есть ключевым бы вы его не назвали? Ну, я не знаю материалов о криминальной справе, на отличие от вашего предыдущего участника. Но, так как с точки зрения логики и здорового голоса, он точно не мог быть ключевым свидетелем. Он мог говорить о том, в чем их переконировали при голосовании о ведении войск. Он мог говорить, чем он терялся, когда он за это голосовал или не голосовал. А вот так сказать, что это ключевый свидетелем – это неправильно. Понятно. Спасибо вам за эти ответы. Народный депутат Украины Сергей Власенко был нашим гостем. Мы же с вами продолжим.